Что касается вопроса, технический университет это такой же университет, как и другие вузы, но со своими определенными особенностями. Если говорить про самарский политех, то цифры определенные представлены на слайде. Я остановлюсь лишь только на том, что мы опорный университет, мы в 15-16 году объединились с архитектурно-строительным университетом, и у нас очень широкий спектр направления подготовки. По цифрам повторяться не буду. И чем еще, наверное, на мой взгляд, основное отличие технического университета, политехнического, да, первое, это очень большой спектр направления подготовки и возможность, скажем так, варьирования их и сборки из абсолютно разных блоков. И второе, это связь с промышленностью, это не окор цифры вне бюджета. Потому что мы как технический университет, у нас много очень партнеров, здесь на слайде этого нет, но это имеет отношение непосредственно к разработке стратегии, потому что среди этих партнеров очень много компаний цифровой экономики, которые работают в реальном секторе и которые видят нас как ключевого партнера с точки зрения кадров. Потому что больше их брать, ну условно, как с технических вузов в основном для разработчиков. Если мы не берем там ДПО, то мы как основной источник. Цель и задачи стратегии представлены на экране. Здесь два нюанса. Первый, то что когда мы разрабатывали стратегию, мы ее начали разрабатывать первый раз в этом году. Это совпало с двумя моментами. Первый, с обучением по программе CDTO и на полисе. И это нам очень сильно помогло. И второй нюанс, что в этот же момент у нас была программа, утвержденная о развитии университета в январе или феврале, по-моему, в феврале этого года. Но готовили заявку на приоритет и, соответственно, стратегия цифровой трансформации была абсолютно гармонизирована с тем, что представлено в программе развития. На самом деле это очень важно с точки зрения как раз реализации последующей. И мы определили для себя приоритет с точки зрения именно уже реализации, что мы до 2025 года полностью разбираемся и полностью заканчиваем образовательный блок с разработкой сервиса, который будет охватывать всю образовательную деятельность. Несмотря на то, что сейчас все эти сервисы практически все представлены и реализованы, но нет единой системы, единого сервиса, который позволил бы организовать индивидуализацию обучения не в руки, то есть не бумагами, а в автоматизированном полностью цифровом режиме с рекомендательными сервисами, с навигацией по образовательному пространству и с оценкой цифровых следов. Вот это у нас был приоритет, который мы как бы себе ставили, пока писали стратегию в рамках обучения. Также провели оценку цифровой зрелости, сразу отвечу, что у нас было 50, по-моему, и 4, но на данный момент 52. Но это связано исключительно с инфраструктурными, скажем так, даже со структурными изменениями, что появилось там подразделение ответственное за данные, появился там человек. То есть если кто смотрел методику МФТИ, там как раз это уже оценивается, только вот это повлияло. Но я здесь сразу оговорюсь, я, например, на эти цифры не смотрю. Мы тоже оценивали так, чтобы они были наиболее приближенные к реальности, потому что там, ну на самом деле, если играть этими цифрами, можно получить, я с Петром абсолютно здесь согласен. И второе, я считаю, что это все-таки следствие той работы, которую проводится в университете. Что первично не цифра, а сама суть проблемы. Два слова о методологии, о разработке, в принципе, стратегии. Когда мы разрабатывали стратегию в рамках обучения, очень большим подспорьем было оффлайн мероприятие и то, что мы получали как бы обратную связь. Но когда мы ее уже защитили в Москве, приехали к себе в университет и представили ее, нам буквально на следующий день, после того, как он ученым в совете ее представлял, приходят методические рекомендации, измененные от министерства, с просьбой пересмотреть еще раз эту стратегию. И там логика немножко другая. Вот на слайде представлены, на мой взгляд, одни из ключевых моментов, в чем была разница, но я можно даже не читать, я коротко скажу. То есть то, что было в рамках обучения, было более узко. То есть я выбирал, как руководитель цифровой трансформации, конкретный процесс, который мы раскладывали. Более подробно, с точки зрения, что мы опускались до технологий, которые мы будем использовать, какие сервисы, какие данные нам нужны, какие датасеты нам нужны, какая взаимосвязь между этим всем. Получали на это обратную связь и проходили весь условный путь по разработке, который нужно пройти для того, чтобы правильно потом с выстраиванием мероприятий, чтобы это можно было реализовать. Стратегия, рекомендации методические министерства, они более широкие. То есть по факту можно понимать, что там зашито тот же механизм, но под фразой целевое видение, как вы должны представить. И если работать без консультации и не пройти первый раз этот путь, то это довольно-таки сложно. И потом это представить коллегам и сотрудникам университета, для того, чтобы они это реализовывали, это было бы практически нереально. Что сейчас? С августа месяца мы, как отмечали в стратегии, мы создали управление цифровой трансформацией, проводим проектно-аналитические сессии с сотрудниками непосредственно по двум направлениям. Первое – это по самой стратегии, потому что привлекаем профильные подразделения, для того, чтобы именно это было уже в рамках уточнения, по сути, стратегии, для того, чтобы их привести в соответствующее состояние и гармонизировать с подразделениями. И второе – это непосредственно по разработке сервисов и образовательный процесс, который мы сейчас начали трансформировать. То есть эту стратегию мы, конечно же, отправили. Проводим разработку, сейчас начали разработку образовательного сервиса, проводим реинжиниринг образовательного процесса, описательную часть сейчас совместно с компаниями цифровой экономики, это наш партнер, региональная компания, которая работает на федеральном уровне. Также продолжаем улучшать инфраструктуру, в основном устойчивость, которая направлена на дистант, потому что понимаем, что сейчас это никуда не денется и большое внимание отдаем на устойчивость инфраструктуры и проводим обучение сотрудников, но в данном случае два модуля в Иннополисе. В рамках разработки цифровой платформы и образовательного сервиса непосредственно мы начали сейчас большую работу в принципе по разработке общей архитектуры всех систем и цифровой платформы. Она представлена сейчас во втором приближении на слайде. Здесь можете, наверное, не вдаваться сильно в подробности. Здесь структура у нас состоит из трех частей. Это сервисы, которые поддерживают работоспособность системы, сервисы, которые функциональную роль, это образовательные, научные, соответственно, сферами деятельности, и база данных. Целевые показатели мы себе тоже обозначили. Я думаю, тоже сейчас, наверное, не так принципиально на них останавливаться. Мы можем до 30-го года писать условно многое, что может поменяться, но это, по крайней мере, на мой взгляд. Когда мы до 24-го делали, это было более приземленно, более понятно, по крайней мере, для меня и для людей, которые непосредственно работают. И особенно сейчас остановлюсь, тоже, наверное, коротко, на сложностях реализации стратегии, что действительно для меня было сложно. Их на самом деле представлено на экране, но я на двух остановлюсь. Для меня это работа с людьми и непосредственно здесь и компетенции людей непосредственно, и непосредственно координация взаимодействия. И вторая – это инфраструктура, которая на самом деле у университетов, которые не относятся к топам, я не знаю, топ-20-30, которые тратят реально миллиарды, как мы на пленарной сессии послушали, на инфраструктуру, всегда с ней есть определенные проблемы. А если мы рассматриваем ее, которая не старше пяти лет, то это вообще проблема, учитывая еще и программное обеспечение. И возвращаясь к первым, это, конечно, компетенции, кадры. Мы сейчас столкнулись с тем, что при разработке системы по образовательному процессу. Понятное дело, что разработчики говорят на другом языке, не так, как говорят в учебном управлении сотрудники университета. Ну, как бы этого я ожидал. Это понятно, поэтому мы аналитиков, через аналитиков выстроили рабочие группы, начали взаимоотношения. Но тут пришло совершенно другое. Я как бы не сильно был готов к тому, что те, кто должен выразить свое видение новой системы и мнение, описать ее хотя бы для себя, образ этой системы построить, они этого сделать не могут. И больше того, там сидит 8 человек, 8 или 10 человек в группе, у каждого этот образ разный. И это очень сильно, как бы, то есть разработчики говорят, вы нам дайте, у нас все понятно, дайте нам данные, дайте нам процессы, дайте нам вот эту схему, мы сейчас все вам реализуем, вот такой стек технологий, все будет хорошо, вот дата у нас там условно полгода. Но мы понимаем, что мы сейчас 3 месяца или полгода будем только заниматься тем, что этот образ, мало того, что согласовать у всех, его еще потом и описать надо каким-то языком, чтобы им передать. И, в общем, я сейчас нахожусь как бы вот с командой и непосредственно с вовлеченными людьми в таком положении. Поэтому для меня как бы очень живо это сейчас, ярко, и для меня вот топ-2 вот эти сложности, которые они есть. Положительные моменты тоже представлены на слайде и прям заканчиваю минуту на рекомендации, наверное, потому что коллеги-организаторы просили упомянуть рекомендации, кто как бы начинает эту работу и на что обратить внимание. Первое и однозначно главное самое – это готовность изменений у руководства. Если этого нет, можете как бы ничем не заниматься. Можете заниматься, но это никто как бы не оценит и дальше это никуда не пойдет. На мой взгляд, очень важно оценку цифровой зрелости и в принципе ресурсов, которые вы можете потратить. Можно составить нереальное техническое задание, если на него нету первого и нету финансов, вы как бы дальше туда не пойдете или нету инфраструктуры. То есть здесь тоже, опять же, реалистичность. И третье, наверное, для меня тоже очень важно. Я всегда считаю, что нужно правильно расставлять приоритеты. То есть нельзя сразу все. Если всю архитектуру посмотреть, можно за нее не браться. То есть это в долгу игра, выстраивание, вопрос правильно проработать изначально, подходы, чтобы потом в середине понять, что ты не туда шел все это время. А так вообще приоритизация. У нас приоритет мы поставили себе образовательную деятельность, все очень с ней связанную. Мы должны, как бы, этот вопрос до 2024 года, как у нас стратегия была, мы так себе в этой стратегии точно так же его указали. Вот. Ну, в любом случае гармонизация всех документов стратегических, понятное дело, она должна быть. Я считаю, что это как цифровая гигиена уже сейчас. Ее, конечно, нет, но она должна быть. Поэтому над этим тоже нужно работать. И обязательно привлечение компаний-разработчиков в цифровой экономике, потому что эти компетенции, это те компетенции, которых в УЗИ нет. По большому счету они есть, даже вот по взаимодействию с компаниями реального сектора, но они есть точно у тех, кто действительно ведет неокор, кто действительно взаимодействует, зарабатывает деньги в реальном секторе. Они могут этого делать. Чтобы их взять и в административный какой-то пул перевести, это практически нереально, им это неинтересно. У меня все. Спасибо. Тим, да. Благодарю вас за такое прекрасное выступление, содержательное. И очень показали нюансы. Мне просто вспоминается по аналогии, когда вы говорили о субъектах, людях, ответственных за те или иные, как мы говорим в рамках процессов, владельцы процессов. И в этом смысле одна из серьезных сложностей заключается в том, что по аналогии с компетенциальным подходом, когда мне один заведующий кафедры сказал, Сергей Александрович, я 20 лет заходил в аудиторию без компетенции подхода, так и будут заходить, так же и здесь. Какие процессы? О чем вы, собственно, говорите? Я еще, оказывается, владелец этого процесса. Я должен его как-то описать? Как его должен описать? Возвращаясь к вопросу, который сегодня уже поднимали, что цифровизация, она невозможна без множества факторов, но мне кажется, очень важная и главная вещь. Это описание бизнес-процессов и, собственно говоря, датасеты. Без этого, собственно говоря, никак.